Всем добрый день! Сегодня я гуляю по Москве. Я приехала сегодня в Екатерининский парк. Это недалеко от станции метро Достоевская. Но начать я хочу свою прогулку не с самого парка, а вот с этого Екатерининского дворца. Ну, давайте всё по порядку. В 1758 году здесь была построена усадьба графа Владимира Семёновича Салтыкова. Но прошло время, усадьба стала не нужна его наследникам. И в 1777 году эту усадьбу выкупает государственная казна. И здесь открывают инвалидный дом для военных. А в 1803 году здесь открывают Екатерининскую богадельню. Ну, а потом, чуть позже, здесь было учреждено училище ордена святой Екатерины, Екатерининский институт благородных девиц, который просуществовал в этом здании, в этом дворце, вплоть до 1917 года. Ну, а потом, как вы понимаете, здание было национализировано. И вот с 1928 года здесь был открыт центральный дом сначала Красной Армии, потом Советской Армии, а сейчас здесь находится центральный дом Российской Армии. После открытия здесь центрального дома Красной Армии здесь бывали Алексей Толстой, Демьян Бедный, Александр Фадеев, но и многие другие писатели и поэты. Во время Великой Отечественной войны здесь формировались артистические бригады, бригады артистов, которые потом ехали выступать на фронт. Здесь есть табличка, пойдемте мы с вами почитаем. Вот центральный дом Российской Армии имени Фрунзе, а здесь памятник архитектуры усадьбы Салтыковых, Екатерининский институт, середина 18-го, начало 19-го веков. Архитектор Иухтомский, Жилярди, Жилярди Григорьев, охраняется государством. Красивые такие фонари. Вот, ну, собственно, вот отсюда, вот с этой усадьбы и начался Екатерининский парк, в который мы сейчас с вами и пойдем. Так, сейчас там вот еще есть стоит бюст установлен, сейчас мы к нему подойдем, там, правда, такие ремонтные работы идут. Ну, по бокам два фонтанчика, они уже работают, потому что уже в Москве начался сезон фонтанов. Вот такие они небольшие, но все равно они вот такие вот украшают этот такой небольшой сквер перед Екатерининским дворцом. Ну, вот здесь вот идут, конечно, не очень это красиво смотрится, идут такие ремонтные работы, но все равно. Ну, я вам покажу, конечно же, Михаил Васильевич Фрунзе. Здесь ему бюст установлен. Вот, а теперь мы с вами пойдем в Екатерининский парк. От усадьбы сохранился главный корпус, южный и северный флигель, парадный вход, ну и, конечно, Екатерининский парк. Ну, парк, к сожалению, не в таком объеме сохранился, какой он был, потому что был здесь и огромный сад, были оранжереи, потом это стал парк, потом его еще уменьшали. Ну, сейчас мы пройдем с вами в парк, посмотрим, что от него осталось. Ну, а вот центральный вход в Екатерининский парк. Такие венделя красивые на воротах. Фонарики. Вот такой вход сделан. Вот один из флигелей, который сохранился. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Вот первый. здесь уже цветут тюльпаны красивые распустились так а это у нас давайте посмотрим кто это у нас с киской низко кланяюсь офицерским женам в гарнизонах на точках вдали от москвы непреклонен устав и суровы законы по которым живете и служить и мой далматовский памятник офицерским женам нарциссы начинают уже распускаться вазон к здесь вот к усадьбе что-то пристроили что то пристроено просто мы с вами сейчас погуляем такие фонарики красивые уже здесь вазоны фонарики красивые конечно парк не центральный но вот я сейчас сюда приехала чувствуется что парк пользуется популярностью потому что народу довольно много много лавочек здесь стоит везде вазончики но еще не все цветы распустились только вот такие которые дикие дикие уже распустились только вылезают все это что это а спасибо что не не заходите на газон но здесь у тюльпаны не очень сохранилась вот эта ротонда тоже от от усадьбы ротонда стояла в усадьбе сейчас мы с вами к пруду подойдем вообще в усадьбе салтыковых вот этот сад был разбит вдоль реки на прудный вот ну потом уже остался только пруд в 1930-х годах речку на прудную убрали в трубу остался только центральный пруд этого парка но естественно парк уменьшился а в 1979 году этот парк еще обрезали потому что часть его забрали под строительства олимпийского проспекта подойдем к ротонде он здесь будет сирень цвести еще не цветет только набирает видите веточки набирает в принципе здесь ничего особенного ротонда как ротонда даже лавочек нет екатерининский парк после открытия центрального дома российской армии но в то время красной армии в 1928 году получил имя парк cdsa центральный дом советской армии и только 1999 году ему вернули первоначальное название дело в том что в 1998 году парк очень пострадал после урагана в москве в июне 1998 года а в 1998 году было принято решение о его реконструкции приведение в порядок это реконструкция проходила до 2005 года и вот именно тогда парку вернули историческое название екатерининский парк ну и вот он центральный пруд здесь можно спуститься озончики с анютиными глазками островок с уточками я так понимаю что здесь на прокат берутся откопить плавают даже выдают спасательные жилеты ну теперь пойдемте прогуляемся вокруг пруда чуть-чуть немножко и посмотрим вдруг еще что-то интересное есть так оказывается вот этот я посмотрела по карте называется большой екатерининский пруд есть еще мало екатерининский пруд он сейчас у нас остался за спиной мы подойдем к все равно посмотрим во сколько здесь этих агарей смотрите какие они классные домики сделаны да вот там скорее всего лодочная станция и там уже выход поэтому мы туда не пойдем с вами сейчас вот так вот немножко посмотрим на пруд ну в принципе здесь ничего такого особенного а вот туда вот там какой-то домик стоит надо туда подойти сейчас пойдем сходим прежде чем пойти на ту сторону пруда я вам покажу малый екатерининский пруд конечно сейчас в данный момент придумыва надо назвать сложно воды в нем практически нет зато цветут цветочки то что-то с малым прудом какая-то проблема пересох так еще вот такой домик здесь стоит я так думаю что это тоже что-то связано тоже относится скорее всего кусать без салтыкова такой здесь мостик сделала а он наполняется за счет наверно вот этого ручья а ручей пересох видите прям сделано так такой мостик так ну пойдемте туда вот теперь пройдем с другой стороны пруда посмотрим что здесь на территории парка стоит вот такие кафешечки ну кофе там можно что-то нам чай купить в москву сейчас мы с вами пройдем прогуляемся смотрите кормушки какие знаете что это летний павильон усадьбы вот что это такое подойдем поближе людей на лавочках много сид поэтому приходится как-то все это обходить чтобы люди не попадали в кадр люди не виноваты что я снимаю видео правда так а что здесь сейчас давайте почитаем при виде праве а подмет под всякими мероприятия сдают его павильон я вообще читал что он очень долго стоял заброшенный но суть по всему его привели в порядок здесь уже зацвела вишня конечно конечно после чуть попозже здесь будет вообще красота потому что здесь много сирени и понимаю вишни тоже есть еще много где-то вот такой летний павильон вот там дальше большая детская площадка это тоже здорово так ну что куда нам теперь еще сейчас посмотрим прилетели как классно сидят правда ну с вами все в принципе обошли ничего я больше интересно а вот смотрите что то там какой-то памятник пойдемте посмотрим там еще какая-то сцена просто какая-то лавочка просто какая-то инсталляция что ли да просто какая-то инсталляция без опознавательных знаков как-то еще не приведено чувствуется в порядок так хотел показать вам какие здесь цветочки цветут детям здесь раздолье наверное вам слышно детские крики ну дети есть дети а это какая-то смотрите парк добрых дел сцена тоже проходят какие-то праздничные мероприятия большая такая площадь 1941-1945 уже Дню Победы здесь украшен парк так сейчас посмотрим памяти 6 6 дивизии народного ополчения Дзержинского района города Москвы и вот еще один это я видела что называется к звездам это скульптура называется к звездам украшен как чирикают скульптура воробушки воробушки чирикают вот мы с вами до чего добрались это александра невская часовня честно говорю не знаю какого года постройки сейчас попробую найти но к сожалению я не нашла дату ее постройки не знаю ничего не могу сказать только нашла что это православный храм а еще здесь установлен 1000 в 2012 году славный год сей чего-чего-чего-чего минул но не но не пройдут содеянные в нем подвиги вот это 200-летие победы войне 1812 года вот здесь такой прям можно сказать мемориал суворову сейчас мы с вами почитаем что вы здесь герб так что здесь написано а ну просто написано кто это суворов александр васильевич 1730 1800 и годы русский полководец военно-теоретик генералиссимус участвовал в многих исторических сражениях вот я покажу его имя во всей силе и мощи признанно звучал в годы великой отечественной войны орденами суворов было награждено более семи тысяч маршалов генералов офицеров очень красиво мне нравится прям очень красиво вот так выглядит полностью это композиция скажем так и вот вам сверху покажу как выглядит часовня с вами немножко пройдем посмотрим вокруг так а за ось смотрите какое окошко красиво это а за часовней вот еще одна ротонда так еще одна ротонда здесь уже каштаны ну вроде бы как мы все с вами обошли нашли даже то что не ожидали ну вот такая сегодня получилась прогулка я заканчиваю обошли с вами екатерининский парк посмотрели на усадьбу салтыковых всем большое спасибо что вы погуляли вместе со мной всем спасибо кто посмотрел это видео а я говорю вам до свидания ну вы оставайтесь меня на канале ставьте лайки если вам понравилось комментируйте подписывайтесь нажимайте колокольчик чтобы не пропустить следующие видео а я говорю вам до свидания еще обязательно увидимся всем пока пока